Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, поклонники футбола! Именно о нем мы сейчас и с вами поговорим! Первенство Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов 15-й тур и футбольный клуб «Сергис» под руководством наставника Александра Цыганкова отправился в светлое поле, чтобы встретиться с Красноярским лучом, с одним из лидеров турнира, с командой, которая имеет чрезвычайно мощное нападение и очень организованную защиту. 4-0! Вот так мы сгорели в матче первого круга! Ну а сейчас посмотрим, как сумеют выкарабкаться сергисы из этой ситуации, сумеют ли они сотворить очередную сенсацию. Перед началом рассказа давайте посмотрим на положение команд турнирной таблицы после 14 проведенных туров. Итак, звезда из Хворостянки по-прежнему на первом месте. 38 баллов в копилке этого коллектива. Луч из Красного Яра, наш сегодняшний оппонент, имеет 36 Ника из Большой Глушицы. Наш оппонент недельной давности имеет 32 очка. Тот самый оппонент, у которого мы выиграли во многом сенсационно со счетом 2-0. Далее Восход из Большой Черниговки 29. Наш прямой конкурент в борьбе за пятое место. Торпеды с Кенчеркасского района имеют 24 балла в активе, 22 у Сергиска. Ну и далее команды отстали уже, можно сказать, значительно. Безенчук 17, Металлист 12. А об остальных команд можно уже и не говорить практически. Теперь посмотрим, кого с первых минут выставил Александр Цыганков. В воротах у нас Денис Павлов. Вот так вот Александр Николаев получил повреждение на разминке. Усугубил, можно сказать, свое повреждение. И участие в матче, по-видимому, не примет. В обороне Денис Гаврилов, 70-й, номер 23-й, Кирилл Григорьев, 9-й, Сергей Махов. Он сыграет справа с краю. И 50-й, Павел Купряев. Неделю назад Павел Купряев начал матч на скамейке запасных. В центре поле Андрей Петров, 7-й, 8-й, прошу прощения, Андрей Петров, 7-й, Игорь Камайкин. Владимир Сазонов, номер 14-й, он также начинал предыдущую встречу на скамейке запасных. Максим Якушев, 10-й и 99-й, Николай Атамай. Один форвард у нас сегодня Марат Дорозанов, номер 20. Итак, свисток прозвучал, игра началась. Состоялась она 24 августа в поселке Светлое Поле. На местном стадионе старт футболисты Сергеевска вышли на игру в форме черно-синего цвета. Владение Дениса Павлова справа по телевизионной картинке в первом тайме. Ну а наш соперник, наш чрезвычайно сильный соперник, Красноярский луч, черно-красная форма и ворота этого коллектива в первой половине слева по телевизионному экрану. Естественно, мы будем надеяться, что основные события будут проходить именно на этой половине поля. Во всяком случае, ровно год назад на этом же самом стадионе, несмотря на то, что красноярцы также были чудовищно сильны, Сергеевцы в первые 20 минут наколотили ворота соперника целых 3 мяча и выиграли в итоге со счетом 4-1. Но, как я уже говорил, в первом круге нынешнего сезона, нынешнего турнира для Сергеевцев все сложилось не так удачно, как, например, год назад, и мы проиграли со счетом 0-4. Причем проиграли по всем статьям, не создав практически ни одного голевого момента. Ну, может быть, какие-то полумоменты там и были, но счет заслуженный, и мы проигрывали 0-3 уже после первой половины. В итоге, как я уже говорил, проиграли со счетом 0-4. Как будет на сей раз? Ну, по крайней мере, сейгивцы заряжены. У нас новый тренер, новая расстановка. Да и настроение у футболистов соответствующее. Победа над Никой с большой глушицы со счетом 2-0 придал и уверенности футболистам. Но вот сейчас, конечно, то, что у нас в воротах Денис Павлов. Я ничего не хочу сказать плохого про Дениса Павлова, но все-таки Александр Николаев, это можно сказать даже не 50%, а, наверное, 70% команды. И сумеет ли сегодня Денис заменить вот эти самые 70%? Это все-таки большой вопрос. У него был старт один в этом сезоне против Миллиоратора из Приволжья. Серьгивцы выиграли со счетом 3-1. И год назад он выходил... Да, вот Денис Павлов сейчас на ваших экранах. Ровно год назад он выходил на поле в матче с Хворостянской звездой. 4-0. Серьгивцы выигрывали. В итоге выиграли 4-2. Два мяча пропустил Денис Павлов. Как будет сегодня? Опять же, давайте посмотрим. По крайней мере, пока мы видим, что хозяева больших проблем не создают для нашего голкипера. А Серьгивцы идут большими силами вперед, не тушуясь. Андрей Петров пробивал издали, но мяч пролетел значительно выше цели. Теперь уже наблюдаем за атакой Луча из Красного Яра. В одно касание разрезают они нашу оборону. И вот так вот мяч мог оказаться в сетке наших ворот. Но в штангу угодила футбольная сфера. И чудесным образом от штанги попало в руки Денису Павлову, нашему голкиперу. Даже ничего не надо было делать. Вот просто вот так вот взять и поймать мяч. Да, здесь, конечно, просто откровенно повезло сейчас Серьгивцам. Потому что чуть, наверное, пару сантиметров правее. И счет в матче был бы уже 1-0. И мы говорили о том, что красноярцы открыли счет и добились они быстрого преимущества. Но вот так вот повезло сейчас Серьгивцам. И счет по-прежнему 0-0. И наша команда подает угловой навес на Марата Таразанова. Марат Таразанов выпрыгивает, пробивает головой. Но мяч летит выше цели. Это, наверное, первый, можно сказать, полуопасный момент у ворот красноярцев. Сейчас Александр Цыганков наблюдает за происходящим. Он постоянно вносит коррективы в действия своих подопечных. Его слышно у бровки. Он руководит действиями. Так что здесь все нормально. Не дает он футболистам, можно сказать, как-то застояться. И действует исключительно по его схеме наши игроки. Сейчас красноярцы большими силами перешли на чужую половину поля. Но их атака ни к чему не привела. И мы наблюдаем за тем, как сергивцы что-то пытаются организовать. А Николай Томаненко в центре поля. Это второй матч Николая в этом сезоне. В прошлом он забил, стал автором победного гола. Сейчас навес следует на дальний угол вратарской. Выигрывает Павел Купряев верховую дуэль. Но все-таки с нарушением правил и мяч летит мимо цели. Снова все завершилось не опасно. Сейчас Андрей Петров с мячом. Еще один навес на Владимира Сазонова. На открытое пространство Владимир Сазонов достает мяч. И сейчас наверняка будет простреливать его в вратарскую площадь. Да, прострел. Но здесь нет никого, никого не оказалось. Павел Купряев на подборе. Павел Купряев выигрывает. И вот сейчас мяч у Марата Таразанова. Но никак не дают 20-му номеру нанести удар. Очень цепко действуют защитники. Ну а сейчас выход 1 на 1 в исполнении Владимира Сазонова. И удар в дальний угол не достигает цели. И на добивании Марат Таразанов. Вот так вот на 36-й минуте. Футбольный клуб «Сергис» обязан был забивать первый мяч в этой встрече. Но ни Владимир Сазонов, ни в итоге Марат Таразанов этого не сделали. И снова нули на табло, друзья. Увы, но наша команда имела великолепную возможность для того, чтобы открыть счет. Владимир Сазонов бил не так мощно. Вратаряд бил перед собой. Ну а Марат Таразанов добивал уже как мог. Но и там голкипер сыграл уверенно. По левому флангу спешат штрафную площадь. Футболисты Красного Яра прострел вдоль ворот. И 0-1. 0-1. Луч открывает счет. Не забиваешь ты, забивают тебе. Футбольное правило еще никто не отменял. Денис Павлов выскочил на перехват. Но оказался отыгран. Вот ушел сейчас от двух игроков футбольного клуба «Сергис» к футболисты с Красного Яра. Тут же последовала передача в район Вардарской площади. И 1-0. Ну и тут же буквально через минуту зачем-то побежал Денис Павлов на перехват. И перебросили его игроки Красноярского луча. 44-я минута и 2-0. Преимущество Красного Яра тут же буквально за пару минут вырастает на два гола. И вот на этом завершается первый тайм. И у нас Денис Павлов получает повреждения. И забегая вперед, я могу сказать, что игру он уже продолжить не сможет. Александр Николаев был на скамейке запасных. И во втором тайме ему придется выйти на поле и отыграть оставшееся время этого матча. Ну что же, друзья, самые интересные фрагменты второго тайма матча 15-го тура Перенства Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов. Футбольный клуб Сергеевск в поселке Светлое поле против Красноярского луча. Наша команда сражалась достойно в первом тайме. Большую часть этой самой первой половины играли на равных. Упустили верную возможность для взятия ворот. Ну а в последние пять минут пропустили сразу два голода. Еще и Денис Павлов получил повреждения. Не смог он продолжить игру. И Александр Николаев вышел на поле. Александр Николаев играет с повреждением. Повреждение это у него уже давнышнее. Весь сезон он мучается с ним. И буквально не дает оно ему проявлять все свои лучшие качества. Хотя, как я уже говорил, Александр Николаев это 70% команды. И он уже это доказал своей великолепной игрой. Опаснейший был момент. Сейчас мы видим, как сразу с первого минут второго тайма футболисты из Красноярского луча пошли большими силами вперед. Вот два шанса они создали у ворот Александра Николаева. В одном из эпизодов голкипер сыграл надежно. В другом мимо цели пробил игрок из Красного Яра. 2-0 счет по-прежнему. 55-я минута. Вот такая вот подача на Игоря Камайкина. Достает мяч Камайкин. И вот такая передача выдалась на Марата Таразанова. Забыли про нашу двадцатку защитники из Красного Яра. И 2-1. 2-1 играть еще много. Счет в матче сокращается. И, как мы видим, для нашей команды не все еще потеряно. Великолепная передача на Игоря Камайкина. Достает мяч Камайкин. Тут же адресует его на линию вратарской. И Марат Таразанов тут как тут. 2-1. Еще один мяч в активе Марата Таразанова. Мы сокращаем разрыв в счете. И сейчас посмотрим, как будут обстоять дела дальше. По крайней мере, нужно усиливать давление футболистам в черно-синих футболках. Что наша команда сейчас и делает. Пытается, пытается пойти большими силами вперед. Но ошибки все-таки, знаете, стоит сказать, что оборона у красноярцев практически непроходимая. Долго-долго ищут возможности для продолжения атак наши футболисты. Андрей Симоненко тем временем вышел на поле под 63-м номером. Ну и вот сейчас с мячом наши футболисты. Как раз Симоненко допускает. Аплошность теряет он мяч. Тут же адресует мяч на линию штрафной площади. Удар поворотом. И 3-1. Здесь Александр Николаев был бессилен. Великолепный удар получился у игрока Луча. И восстанавливает разрыв в счете хозяева поля. Такая вот передача. Здесь уже стелились наши игроки. Но что здесь можно было поделать? Просто попасть надо было игроку Луча. Что он, собственно, и сделал. Хороший удар. И счет в матче становится уже 1-3 для футбольного клуба Сергис. Мы проигрываем. У нас середина второго тайма. Нужно как-то менять ситуацию. Но сил все-таки остается не так много. Тем более мы видим, что еще одна возможность была у красноярцев, чтобы забить. Забить уже четвертый мяч. Но здесь Николаев сыграл превосходно. Александр Николаев вытащил мяч из нижнего угла. И игра продолжается. Марат Таразанов сместился в центр поля. И вот мы видим, как у нас Александр Райфшнайдер вышел вместо Игоря Камайкина. Он сразу занял позицию на левом фланге полузащиты. Андрей Петров с мячом. Уходит от Абекуна на Николая Томаенко. Николай Томаенко заряжает свечу. И вот здесь не разобрались Марат Таразанов и Денис Григорий. Прошу прощения, Денис Гаврилов же, конечно. Кому в итоге бить? И так удар ни у кого не получился. Серьевцы активизировались. Под занавес матча перекладина спасает ворота красноярского луча. А сейчас великолепный был удар в исполнении наших футболистов. Забей 2-3. И там на флажке не знаю, как бы получилось. А здесь снова неразбериха в исполнении Марата Таразанова и Дениса Гаврилова. Опять чуть-чуть не сказал Дениса Григорьева. Максим Якушев зажигает он свечу над штрафной площадью. И Денис Гаврилов бросил свои оборонительные действия и побежал в атаку. Он любит атаковать. Но в итоге вот сейчас мы видим, как контратака в исполнении футболистов из Красного Яра едва не привела к еще одному взятию ворот. Кирилл Григорьев сейчас на ваших экранах. И снова с мячом футболисты из Красного Яра. Но здесь уже достаточно было не опасно. Последние минуты этого матча идут. Александр Николаев выбивает мяч подальше. И мы видим, как же, как же сложно приходится нашему голкиперу. Да, с повреждением он выступает. Ой-ой-ой, как же больно. Мы потеряли, можно сказать, практически двух вратарей. Потому что если так все продолжится, то наверняка Николаев не выступит в следующем матче. А здесь Денис Гаврилов должен был завершать эту атаку. Но не получилось. И у Александра Цыганкова, конечно, будет сильно болеть голова за последний рубеж. Финальный свисток, друзья. Мы проиграли с отсчетом 1-3. Но стоит отметить, что Луч одержал уверенную победу. Но все-таки сергевцы бились достойно. Итак, результаты матчей 15-го тура. Футбольный клуб Селькиск проиграл 1-3. Звезда выиграла, не выходя на поле у Волжских Зорей. Техническое поражение. Безинчук переграл Миллиоратор с отсчетом 3-0. Металлист одолел Кошки 7-2. Также разгромно выиграли Кенель-Черкасцы у Красноармейской Зори. Ну а Ника на своем поле проиграла. Восходу 1-2. У Никет уже второе поражение подряд. Положение команд турнирной таблицы. Звезда 41 очко. Луч 39. Ника и Восход по 32. Так что битва за бронзу у нас вспыхнула с новой силой. Увы, торпедовцы в борьбе за 5-е место уходят все дальше. Но нам с ними играть в следующем туре. К тому же торпедовцам еще встречаться с лидерами. Так что здесь не все еще для сергевцев потеряно. Безинчук потихонечку приближается. 20 очков. Далее Металист 15. Миллиоратор 10. Заря Кошки по 9. И Волжские Зори. Всего лишь 2 балла. В следующем туре мы играем, как я уже сказал, с торпеда из Кельчеркасского района. Матч состоится в Суходоле. Ну а теперь посмотрим 3 лучших момента этой встречи. И по версии нашей программы Марат Таразанов забивает мяч. И это третье место. Далее вот такой вот момент, где Денис Гаврилов не реализовал великолепную возможность. Это второе место, друзья. Денис Гаврилов не забил из выгодного момента. Ну и здесь, конечно, удар футболиста из Красного Яра. Удар красивый. Красивый прыжок в исполнении Александра Николаева. И это первое место, друзья. И на этом все. До встречи.